Роспатент Почему на регистрацию Авроры вы потратили так мало времени, всего две недели, и что этому поспособствовало? Аврора КОВ, конечно, тот знак, под которым будет выходить одна из эффективнейших вакцин в мире, и поэтому мы работали с учетом социальной значимости поданной заявки. Но вообще-то в Роспатенте уже давно существуют ускоренные процедуры, и желающие могут и за два месяца, и за один месяц сделать такую регистрацию. Это требует дополнительных усилий, но работа организована. Ну и вообще-то средний срок у нас рассмотрения менее четырех месяцев. Но я хотел бы еще обратить внимание, что, конечно же, наши сотрудники понимают социальную значимость таких заявок, которые касаются вакцин, лекарств. И здесь у нас существует особый порядок, созданы группы экспертов, которые все это отслеживают и реагируют очень быстро. Но по Авроры КОВ мы работали уже не менее полугода. Есть такой порядок, когда в наш Роспатент каждый может обратиться с просьбой провести предварительный информационный поиск для получения товарного знака. Наши эксперты эту работу проводят, и, конечно, после того, как наши эксперты уже предварительно все материалы просмотрели, дали рекомендации по составлению знака, знак может проходить регистрацию очень быстро, потому что вся работа выполняется предварительно. Поэтому Аврора КОВ это не просто придумано в две недели, это большая работа, которая была проведена разработчиками вакцины и нашим экспертом. А то, что говорят СМИ, что в Роспатент подано 30 заявок на новые вакцины против ковид, означает ли это, что 30 вакцин новых выйдет на рынок? Да. Нет. У нас действительно 30 заявок на вакцины, по теме вакцин. Но вакцина – это сложнокомпонентный медицинский препарат. В нем есть различные вещества, разработаны новые способы применения. Каждый компонент и состав каждого компонента имеет огромное значение для того, как это воздействует на организм. И у нас сейчас действительно только на спутник ВИ и теперь на Аврору КОВ у нас есть по 7 патентов на каждый. И Институту Гомолея, и Центру Новосибирскому Вектору мы выдали по 7 патентов, потому что они запатентовали в этой вакцине несколько изобретений сразу. Ведь это только кажется, что там взяли какой-то препарат и его совершенство. На самом деле это многолетняя тяжелая работа с выходом вот этих результатов в нужный момент, в нужное время. Именно поэтому появляются такие изобретения. Но кроме этого есть заявки, скажем, от физических лиц. Известные микробиологи Суворов, Духовлинов получили от нас уже патенты на оригинальную вакцину. Это специалисты, которые тоже занимались вакцинациями очень много лет, и они свои знания применили. Еще 14 заявок у нас на рассмотрении, мы их не афишируем, это могут сделать только сами разработчики, если того пожелают, потому что сохраняется конфиденциальность рассмотрения до той поры, пока сам изобретатель не решит, что об этом нужно объявить миру. Ну и 14 заявок у нас еще есть, тоже хорошие заявки, с ними плотно работаем, надеемся, они тоже впишутся в общий фон борьбы с пандемией. А что обычно входит в пакет регистрации патента от вакцины? Процедура стандартная, в том числе и для вакцины, представляется формула изобретения. То есть в этой формуле изобретения каждый должен показать, в чем состоит техническая проблема, какое принято техническое решение, какого результата добивается в результате этого технического решения. Предлагается описание, чертежи, результаты исследований и другие материалы, которые со счет нужного предоставит разработчик. Важно, чтобы вся эта процедура была доказана, чтобы нашим экспертам было показано, что результат, который заявлен, он действительно достигнет. Поэтому иногда на нескольких страницах показываются результаты, а иногда это многие тома клинических исследований, которые нам предъявляются для того, чтобы показать всю процедуру, все значение этого результата. Доказывание результата – это сложнейшая процедура, это научная работа. Это научная работа, выполняемая на уровне мировой новизны. То есть это делается то, что никто в мире не сделал. И наши эксперты оценивают как раз вот этот изобретательский уровень и мировую новизну. То есть мы проверяем по мировому патентному фонду, что действительно никто в мире не предложил этого технического решения. Не только для патентования, но и в целом в науке. Григорий Петрович, а насколько сегодня вообще дорогое удовольствие зарегистрировать вакцину? Вы знаете, у нас самые маленькие пошлины в мире, в Российской Федерации. И эти пошлины совершенно, думаю, несущественно сравнимы с той работой, которая осуществляется. Полная цена у нас 12,5 тысяч рублей за все этапы. Пошлину можно выплачивать частями за подачу, за экспертизу, за выдачу. Но это 12,5 тысяч без льгот. Но у нас 2,3 всех заявок льготные. К льготным категориям относятся научно-образовательные организации. Они платят 50% от всех этих пошлин. Студенты платят 10% от этих пошлин. Научные работники, если как физические лица подают до 35 лет, тоже освобождаются от пошлин наполовину. Кроме этого, мы предоставили нашим заявителям 30% пошлину в случае подачи в электронном виде. Если подается в электронном виде, вот от этих 12,5 тысяч еще минус 30%. И при сохранении других льгот тоже. То есть, спутник ВИД за сколько запатентовали? То есть, 12 минус 10%? Минус 30%, да. 12,5 минус 30%. А какие гарантии получают? Даже меньше. Они же научно-образовательные организации. Это поделители все это еще пополам. То есть, это около 4 тысяч. А какие гарантии получает изобретатель, патентуя свое изобретение? Патентуя, в нашем ведомости или в каком-либо другом ведомости, изобретатель регистрирует так называемый патентный приоритет. То есть, весь мир согласен с тем, что именно этот изобретатель, именно этот правообладатель сделал вот такую важнейшую для мира работу. А признав это, в чем это признают все страны. Если одна из стран признает это, то все другие страны решение страны обычно признают. То есть, наш реестр, он совершенно актуален для всего мира? Наш реестр актуален для всех. Если мы выдали патент, то уже ни в одной другой стране мира патент на это не будет выдан. Естественно, автор получает исключительные права на свое изобретение. Никто в мире не может пользоваться этим изобретением без согласия авторов. Но чтобы в мире не пользовался никто, в мире в течение года после подачи заявки в Роспатент, нужно тоже все это запатентовать. То есть, нужно подать заявку в те страны, где бы хотели защитить свое изобретение и получить исключительные права. Запатентовать они там все равно это не могут, потому что мы уже это запатентовали. Я говорю, что страны все признают патентование друг друга. Но использовать можно, если не патентуете в течение года. Это очень важное правило, мы его постоянно доводим до всех изобретателей. Не надо этого бояться, надо идти на эту регистрацию. Тем более, что регистрировав в других странах, это не значит, что надо ехать в Австралию, искать там патентного поверенного, платить ему большие деньги и регистрировать. Подавать можно в Роспатент эту заявку. Система патентной кооперации предполагает такую возможность. Заявка на изобретение подается на русском языке. Мы направляем ее в Международное бюро ВАЭС в Женеве. И из Женевы ее рассылают по тем странам, в которых изобретатель хотел бы получить свою защиту. Вот эту процедуру нужно использовать. Я знаю, что спутник ВИ, он эту процедуру в полную мере использовал. И защита патентная в тех странах, где реализуется сейчас спутник ВИ, будет обеспечена. Как вы считаете, не слишком ли сложная процедура регистрации патента на вакцины и нужно ли эту процедуру удешевлять? Понимаете, это научная работа. Научная работа сложна сама по себе, структурирована. Причем, еще раз повторяю, научная работа, которую никто не сделал в мире. Это не повторение какого-то научного исследования, это не копирование технологий. Это создание нового, как правило, прорывного продукта, прорывной технологии. И, конечно, сама эта экспертиза, само создание – это высокопрофессиональная и тяжелая работа. Но регистрация сейчас в патентном ведомстве нами налажена таким образом, что по вакцинам и всем заявкам, касающимся пандемии, средний срок рассмотрения от 22 до 26 дней. Мы в эти сроки совершаем, так называемые, первые действия. То есть мы уже по истечении этого времени можем сказать, какие недостатки есть в этой заявке, как их устранить. Или мы уже можем сказать, что заявка некорректна, и мы будем ее отклонять. Где-то примерно в срок до трех месяцев мы принимаем окончательное решение. Но средний срок рассмотрения вообще всех заявок сейчас в Роспатенте – менее четырех месяцев. Мы рассмотрены все достаточно быстро. Если еще пять лет назад это было больше года, то сейчас у нас создана система, выстроены эксперты, проводится постоянное обучение, и в срок 3-4 месяца мы принимаем все основные решения. Для заявителя, конечно же, подать заявку к нам непросто, если он не обладает знаниями в сфере интеллектуальной собственности. Нужно понимать, как написать формулу, что такое описание к этой формулы. Надо знать эти требования, которые проявляются, что должно быть раскрыто существо изобретения. Вы ведь можете помочь этим. Да, мы помогаем. И, кстати, с теми, кто работает над вакцинами, тестами, лекарствами для борьбы с ковидом, мы проводим постоянные консультации. И если еще кто-то не воспользовался этой нашей формулой, то приглашаем к сотрудничеству. Сегодня есть заявление на регистрацию препаратов профилактического толка, которые можно использовать от ковида? Да, у нас такие препараты есть. И мы выдали совсем недавно патент на МИР-19. Так называется этот препарат. Он профилактический. Причем он сделан в виде гелия, в виде средства для ингаляции. И он практически может подавить пандемийный вирус полностью, если вовремя использовать это профилактическое средство. То есть подавление и его свойства по подавлению очень велики. А независимо какой же там вируса? Это было здесь на все вирусные инфекции широкий спектр. Спектр широкий. Поэтому говорить о новых штабах не приходится, потому что они еще не были исследованы, не представлены. Но так охватывало все, что известно было на дату выдачи такого профилактического средства. Профилактические средства – это не единственный патент, который мы выдали. Мы выдали очень много патентов, ну несколько патентов на ультрафиолетовое воздействие на коронавирусную инфекцию. И это Станкин, наш знаменитый институт, и это Щербинский завод по производству лифтов. Они сделали такие препараты, которые позволяют гарантированно уничтожить вирус в помещении, в лифтах, на лестницах, на перилах. Это уже аппараты идут? Аппараты, да. Аппараты, ну нет, они обеспечивают воздействие. Это не просто аппарат, а это аппарат, который может адресное воздействие на коронавирус осуществлять. И доказано. Во всяком случае, в течение суток уничтожается все. Полностью безвредное помещение можно обрабатывать. То есть мы можем говорить, что пока ты с первого по двадцатый этаж поднимаешься в таком лифте, то обеззараживаешь. Там технология сделана немножко по-другому. А как раз когда заходит пассажир, система выключается. Как только пассажир уходит, система начинает обрабатываться. А, например, дезинфекция происходит. Да, чтобы не оказывать воздействие на пассажира в этот момент. Это такая дополнительная сервисная возможность. Хотя сервисные возможности очень велики. И у нас есть патент, который через ультрафиолетовое излучение достанет микроб в любом изгибе трубы. В любой практически конфигурации трубы. Вы понимаете, как это важно для вентиляционных наших отверстий. То есть вот эти инженерные решения, которые есть, научные решения, которые привлекаются в сферу борьбы с ковидом, они откликаются на наши потребности. Создать безопасную среду, в принципе, можно. Но это, конечно, дорого, это сложно. Это требует привлечения больших средств. Но такие изобретения у нас есть. Спасибо огромное вам, что нашли время ответить на наши вопросы. И до встречи. Спасибо.